Дорогие друзья, добро пожаловать в эфир. 6, 5, 10, 9, 9, 6. Это охота на Герчика, Александр Герчик. И у нас в гостях Шеренков Евгений, директор департамента активных операций компании Виллис Капитал. Жень, добрый день. Меня не слышно? Насколько я знаю, что, в принципе, я почитал то, чем ты занимался. Мы начнем с этого разговора и перейдем к разговору о том, чем ты занимаешься сейчас. Насколько я понимаю, что ты очень много лет занимался векселями? С 98-го года. И по 2008-м, как ты сказал, да? Примерно лет 10. Потому что, в принципе, у нас огромное количество гостей было, приходили и такие, и такие, но по векселям у нас никого не было. Это редкий зверь, даже сейчас. И очень хорошо, в принципе, давай о них поговорим. Пускай хотя бы наша передача, она не обязательно рассчитана только на людей, которые торгуют. Пускай она будет рассчитана хотя бы просто для самообразования, чтобы люди понимали, что это такое. У меня даже есть маленькая бумажка, я зачитаю, и ты мне своими словами конкретно расскажешь, потому что это, наверное, самая слабая сторона моих знаний. А вексель – это письменное денежное обязательство, оформленное по строго установленной форме, дающее владельцу векселя, вексель держателю, право на получение от должника по векселю определенной в нем суммы в конкретном месте. От должником по векселю может выступать при простом векселе векселедатель, при переводном векселе иное указание к векселе, являющееся должником по отношению к векселедателю. Ну, насколько, в принципе, я знаю, я немножко почитал, это одна из самых старых бумаг по задолженности. Это так? Ну, фактически, да. Это уже несколько сот лет. Ну, теперь вот я с удовольствием тебя послушаю и наши гости тоже. Я сейчас в краткий курс в истории развития векселя вдаваться не буду, кому надо за википедит, слава богу. У меня есть, спасибо. Я на своей практике столкнулся с векселями с года, наверное, 97-го даже. Почему не 98-го? Объясню, потому что попал просто случайным образом в компанию, которая тогда брокерила на рынке векселей, а в 90-х годах, в принципе, ну, облигаций-то не было, по большому счету, было только ГКОшки были и акции, ну, и векселя, соответственно. Вот, и наша компания брокерила, а я был там курьером и полгода, год, я примерно вот так вот сидя на деске, сидел и смотрел, как люди делают сделки по векселям. Мне это тогда еще сильно понравилось, хотя я понимал, что, в принципе, наверное, не особо, может быть, и сложный вид деятельности так со стороны, если на него смотреть. Вот, но при этом интересно, поскольку постепенно, все равно так или иначе, через векселя постепенно понимаешь вообще, что вообще в целом происходит в стране-то и в банковской системе, и со ставками, и так далее, то есть ты как-то хоть в макроэкономику немножко начинаешь втягиваться. Вот, ну и потом так получилось, что полкоманды у нас ушло, и с 98-го года я попал, собственно говоря, вот уже непосредственно на деск, и как-то вот все это дело пошло. То есть человек, который доставлял письма, да? Ну, договора, письма, приезжал там, да, за такими, принеси-подай, вот, собственно говоря, так получилось, что вот так получилось, можно сказать. И мне кажется, специальное образование в 90-х годах вообще мало кто-то получал, да? То есть все получали, мне кажется, теоретические знания во время практических... А какое у тебя образование? Первое — это инженер-кономист московский авиационный, а второе — это уже философский факультет МГУ, политология. Это уже в удовольствие было? Это для себя, да. Это уже в развитии, в образовании именно. Ну, видите, дорогие радиослушатели, вот вам обыкновенный пример, объясню тебе, почему очень часто мне приходит огромное количество писем, просто элементарных писем, где люди задают вопрос, вот, как попасть, как начать, как сделать это. И вот, Женя, тому отличный пример. Я думаю, сейчас на пайдок все сложнее, на самом деле. Однозначно, но во всяком случае огромное количество людей, они думают, что если они поторговали там полгода, год на дему, или там год поторговали на своем счету в 50 тысяч рублей, их возьмут куда-то на деск, чтобы они торговали, там, управляли капиталом, пускай даже не очень значительным. Ну, это, я думаю, что просто воля случая или хорошее знакомство, скорее всего, человеку позволит с таким вот, с такой историей попасть в более глобальный дом. То есть это ты считаешь все равно случайность с тобой произошла? Я думаю, что однозначно, поскольку я, еще раз повторю, наверное, это комбинация разных факторов, на самом деле. Ты был в правильном месте в правильное время. Ну, так получилось, да. А дальше уже вопрос все зависит от тебя, насколько ты сам мотивирован, насколько ты эрудированный и образован в целом. И, в принципе, если ты 12 лет в компании и образно сейчас на хорошей должности, значит, ты все правильно сделал. Я не жалею ни о чем. Вопрос такой. Какая разница между облигациями и векселями? Очень просто. Вексель – это документарная форма, а облигация – бездокументарная. Облигацию ты покупаешь на бирже кликом мыши, а вексель – это реально физическая бумажка, которую надо проверить на подлинность, как денежный знак. Как проверяется? Потому что сейчас в последнее время, я уверен, что ты видел, всплывает огромное количество задолженностей с 90-х годов. Я просто сам видел, ко мне приходили, и с векселями там под 100 миллионов долларов, какие-то бумажечки непонятные откуда. И я сразу сказал, что я абсолютно некомпетентен в этом. Но люди приходят, говорят, вот там в 90-х, там с 96-го года, с 97-го года вот висит вексель, и что с ним делать? Не, на самом деле, если рассказывать все истории, которые были на опыте с векселями, то, наверное, не хватит и одной передачи. Но люди приезжали очень разные. Я помню, когда у нас под окнами останавливалась АК с пятью набитыми в красных малиновых пижаках здоровыми мужиками, выходили оттуда такие… АК? Ну да, 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 они каким-то образом набились, все заехали, все это самое, все одели браслеты, пиджаки накинули сверху и приходили, нам продавали какие-то опции от тогда еще, если не ошибаюсь, Вяхерева по выписке там каких-то длинных векселей Газпрома с большим дисконтом. Ну то есть это просто какой-то… Ну это обычно, обычно это был еще и мелосезонный фактор, то есть это все по весне и осень обострялось. Вот. И таких ежиков ходит по рынку, и по сей день еще хватает. Ну скажем, как бы годом уже, конечно, все меньше на самом деле, и ко мне, слава богу, тоже меньше, поскольку я, наверное, просто в меньшей степени сейчас уже непосредственно ими торгую, но тогда это было стабильно, и это очень сильно забавляло на самом деле. Вот. Поэтому… А вопрос-то в чем я тогда? Сейчас как-то увлекся в свои воспоминания, на самом деле. Не, ничего страшного, вопрос был в том, первый вопрос был, какая разница между векселями облигаций, ты ответил, это бумажная, чисто бумажная форма. А, проверяется, да-да-да. И второе, при нахождении как раз с 90-х годов, именно огромное количество вот этих, так как ты правильно сказал, облигаций в меньшей степени было очень мало, и в основном были так называемые вексельные расписки. Слушайте, на сегодняшний день какой-то вообще вексельный день, на самом деле. Я вот вспомнил про Forbes, про Новосибирские какие-то вексельные программы, которых они сейчас пишут. С утра еще, по-моему, журнал Prime был с вопросом о батурине, если сейчас вот как раз в контексте векселей, об этом деле, когда ему 7 лет, по-моему, если не ошибаюсь, присудили. Вот, за мошенничество с векселями, вообще, как эта история влияет на вексельные рынки, их интересовал вопрос. Ну, реально, да, в 90-х годах, в начале 2000-х, вот, всех этих, если не брать таких вот персонажей, о которых я рассказывал, были, конечно, истории, реальные случаи, в которых и наша компания, естественно, тоже попадала, скажем так, вот, но и зеркалки делали, и, ну, то есть, действительно, были проблемы, там, люди неправильно заполняли до саммита, там тоже можно было вот этого не погасить вексель, там, по крайней мере, было еще целую документарную работу проводить. Даже я помню, что люди умудрялись вместо бумаги в ксерокс засовывать вексель, ксерили там какие-то свои документы на лицевую сторону, то есть, там, завертывали рыбу и с севера приезжали на нефтяники. Много-много вещей. Вот, поэтому, ну, у нас есть экспертиза, то есть, мы как бы уже создали такую инфраструктуру с, я в Велесе, давайте еще раз чуть-чуть такой бэкграунд расскажу, я с 2001 года и, наверное, со 2-3, ну, наверное, с 3-го, скорее всего, года наша компания по тогда еще РБК делала рейтинги, сейчас уже этим, по-моему, мало кто занимается, но мы, как бы, такой признанный и непризнанный лидером вексельного рынка в целом, да? Я смотрел ваши обороты, там, больше триллиона рублей. Да, от ложной скромности не умру, если скажу об этом, потому что факт публичный и, как бы, никем не опровержимый. А посему, соответственно, имея такой оборот, такой объем сделок, ты не можешь их осуществлять, не сделав определенные телодвижения внутри себя. Ну, и, соответственно, у нас есть, собственно, экспертиза, который нам позволяет очень быстро, оперативно и, самое главное, надежно проверить, в первую очередь, подлинность бланка. Ну, наверное, за столько лет у вас уже просто выработалось. Ну, уже столько кейсов было, конечно. Конечно, и большинство из них, наверное, 90%, они более-менее похожи друг на друга. Я помню, в свою очередь, в свое время, когда торговал еще, у нас к нам банки привозили векселя на проверку, то есть мы еще такую услугу, как бы, умудрялись перепродавать. Да, перепродавать другим инвесторам, нашим клиентам. То, чтобы они тоже были, как бы, уверены за страхование, потому что даже не все эмитенты тогда в свое время могли эту проверку осуществить грамотно. Ну, сейчас мы как раз об этом поговорим. Дорогие друзья, у нас в гостях Шелевков Евгений, директор департамента активных операций компании «Велес Капитал», в свое время признанный лидер по векселям. У нас прямой эфир 6510-996. Звоните нам и пишите на финам.фм, а мы вернемся после короткого перерыва новостей. Добро пожаловать к нам во второй раз, 6510-996. Шелевков Евгений, директор департамента активных операций компании «Велес Капитал». Женя, еще раз. Еще раз добрый день. Да. И, значит, остановились мы на том, что банки к вам приходили для того, чтобы вы могли… Я так понял, что многие люди брали векселя под залоги и приходили в банк, говорили там, да, дайте, мы вам отдадим вексель, дайте нам там иную сумму. Да, сделки у всех свои разные. Приходили-то просто в основном потому, что хотели просто удостовериться в факте подлинности. Еще раз повторю, просто имитент, векселедатель в данном случае не всегда готов был такую инфраструктуру предоставить даже, ну, в качестве как сервиса, на самом деле, по обслуживанию своего долга. То есть, ими приходилось заниматься, как бы, скажем так, спасением утопающих, делал рук самих утопающих. Поэтому не хочешь, собственно говоря, попасть, но хочешь продолжать работать, но будешь вот таким образом эту инфраструктуру всю настраивать, налаживать и оказывать, соответственно, это же тоже определенная, оказывать поддержку другим, потому что ты тоже все-таки лояльна со стороны клиентов, лояльна со стороны участников, потому что им с тобой удобно не только потому, что ты котируешь на сайз, узко ставишь там, и у тебя преференции из-за объемов разных больших именах, ты все-таки еще что-то должен дополнительное делать, и вообще инфраструктурные вещи, которые были тогда, они, например, мне по икслям интересно сейчас, я, честно говоря, не планировал, не анонсировал нигде особенную эту историю, но думаю, что так ее можно светить, на самом деле. Мы с биржей ведем уже, наверное, года полупереговора на тему того, чтобы сделать Вексли чуть-чуть поинтереснее и подоступнее для окружающих широких масс, и запустить его в НРД, соответственно. Как, чтобы они котировались как облигации? Ну, фактически они учитывались права собственности, если бы не ФСФР и не их... Ну, вообще, в целом, на самом деле, у регуляторов, у ЦБ, в данном случае, в основном, как бы, есть некое отторжение к кслям, оно наметилось достаточно давно, и, как бы, это, может быть, отчасти и стало каким-то катализатором моего, скажем так, движения вне Векселей, и захотелось просто попробовать что-то еще, учитывая, как рынок, там, например, облигации рос, и объем просто этого рынка рос, захотелось просто нечто новое. Но, чтобы не перескакивать с темы на тему, тут Векселя просто как-то немножко застопались, их развитие, оно, как скажем, остановилось, и они законсервировались. Ну, вот, захотелось сейчас сделать нечто подобное, нечто похожее, история, которая была до этого, тоже пыталась, по крайней мере, иметь свое место быть, там, лет 10-15, когда тоже там были на базе РТС, на базе, там, по-моему, Госпромбанка или ВЭБа, какие-то такие попытки сделать, соответственно, нечто более цивилизованное. Биржу для Векселей. Ну, фактически, да. Ну, здесь, в данном случае, вот, немножко в сфер поставил палку колес, а просто не взял и забыл написать. А почему, как ты думаешь? Ну, Вексель всегда, это как красная тряпка была, на самом деле, для ЦБ. Очень много схем или каких-то не совсем, скажем так, красивых историй было связано с Векселями, и поэтому, понятно, что запретить, как бы, инструменты не можешь, все-таки он есть, был, как бы, и, в общем-то, легитимен во всем мире, он тоже присутствует, так или иначе, вот, в то или иному объеме, поэтому, но ограничить его хождение, скажем так, это возможно, и регулятор всеми правдами и неправдами этим занимался. Ну, вот, как бы, последний был шаг, добил, скажем так, СФР, когда перестал считать Вексель ценным бумагом, по которому можно, по которому читается права собственности, скажем так. Ну, вот, и из этого наш проект немножко, так скажем, запалился, да, хотя его экономическая и вообще любая другая целесообразность, она просчитывалась не только мной, но и вот и рынком, и рынком в целом, то есть нас поддерживали все крупные участники рынка. То есть, по сути дела, вопрос стоял только в СФР, им не понравилось, да, сама... С сентября месяца, вот, сейчас начнется новая история, потому что мегарегулятор, соответственно, и у Швецова эта тема будет педалировать, и я так думаю, что, может быть, там что-то поменяется, скажем так, да, но вот есть идея, она абсолютно, на мой взгляд, реализуемая, учитывая, что у нас есть единая биржа, сейчас единая депрессия, фактически, ну, то есть все к нему привыкли, все на него имеют лимиты, никому ничего не нужно особенного себя внутри переделывать, просто... Для того, чтобы торговать. Для того, чтобы торговать, да, но при этом объем операции, я думаю, что интерес увеличится. Вы предлагаете отдельный инструмент, точно такой, как все остальные инструменты, облигации, акции и все остальное. Фактически, краткосрочные облигации, когда вводились биржевые, они должны были стать заменой векселям, это был тоже такой ход, поскольку они имеют упрощенную систему регистрации, быстрый выход, соответственно, ну, чем вексел всегда был хороший, просто тем, что его не надо было, там, два месяца, если тебе нужно деньги, там, регистрировать на бирже или месяц, там, проспекты Мисси, так далее, то есть, и плюс дюрации, там, краткосрочные облигации, они были до трех лет, вексели, в принципе, в основном торгуются, и по все деньги, там, ну, год-полтора, это максимальная, наверное, скажем так, срочность погашения, а так это вообще 3-6 месяцев, наверное, так скажем, самые торгуемые сроки. Каткосрочные облигации ушли, скажем так, в длинный конец, и вообще не стали ни разу заменой векселей, как бы они стали отдельной составляющей облигационного рынка. А давайте просто посмотрим специфику вообще российского банковского сектора в целом, и, ну, надо отметить просто, что у нас как не было длинных денег, так и нет, соответственно, что все вот эти вот вложения в длинные облигации, в долгосрочные, там, в ФЗшке, и еще нормальные качественные заемщики, они все происходят на длинном конце, фондируются, по большому счету, краткосрочными деньгами, ну, там, ломбарный список ЦБ, или просто репо на рынке, то есть все это фондируется краткосрочным пассивом. Поэтому здесь получается дисбаланс, а на коротком конце нет ликвидности, нет инструментов, куда бы банки могли эту ликвидность размещать, поэтому они делают либо репо, соответственно, ну, либо вот вкладываются там в краткосрочные векселя, потому что в облигациях коротких бумаг очень мало можно найти на объемах, и вот этот вот сегмент, его ничем не заменили, он остался сам по себе, у банков эти пассивы, естественно, остались, актив по большому счету один, то есть как бы тут сам Бог велел, скажем так, этот инструмент все равно поддерживать, наверное, им заниматься, потому что вот этот вот, еще раз говорю, перекос в облигационный рынок, он и конкурентство по большому счету у нас тоже убрал, оставив нас как бы фактически там, ну, с одной-двумя компаниями, которые также поддерживают все-таки тоже ликвидность, они же тоже этот инструмент среди своих клиентов развивают, они же тоже вкладываются у него и репуют, тем самым увеличивают объем долга, это все равно дополнительно сказывается нам даже в плюс, поскольку объем общего долга к себе растет, значит, растет оборот, соответственно, на котором мы все вместе зарабатываем. Ну и, в общем, такая идея, каким образом этот оборот, который на несколько лет, уже достаточно большое количество лет застопорился, вот каким образом его снова разогнать, наверное, да, и, ну, посмотрим, я как бы вот вообще нигде это даже, мы это все внутри как бы такого узкого круга людей, заинтересованных это все обсуждали, да, и тех, кто непосредственно этим занимался, ну, может, ваш эфир в СЦБ слушают. А на сколько рынок векселей за последние, например, три года упал? Он не упал, надо просто его мерить к рынку облигаций, по большому счету, если тот рынок растет, то рынок не падает, он просто где-то примерно константно, там, я не помню, наши, по-моему, оценки на вот конец 2012 года или на эту половину этого года, по-моему, составляли 500 или 600 миллиардов рублей, я могу ошибаться, на самом деле, это рублевые векселя, потому что есть еще валютные векселя, которыми мы тоже занимаемся, и надо сказать, что после, наверное, кризиса 2008 года, после активной фазы этой, у банков стало образовываться достаточно большое количество валютных посилов, ну, и после чего, скажем так, очень большое количество локалов стало заниматься евробандами, ну, вот мы отметили у нас, этот инструмент в нашем обороте тоже значительно вырос, у нас, скажем так, появился даже, на самом деле, вместе с этим, с началом кризиса, просто клиенты так или иначе пришли с этим запросом к нам, и мы не могли на это отреагировать, и опять же, вот эти вот короткие валютные посилы, у коих там, как у дурака Махорки, сейчас в том числе и у российских банков, они тоже все идут отчасти и на вексельный рынок, и валютные векселя тоже имеют хождение. А когда, например, последние векселя, так как ты сказал, что это не самая распространенная форма, например, одалживание денег, а когда самые последние векселя пришли на рынок? А еще раз, если так, что значит самые последние вексели? Ну, вот по сегодняшний день я понимаю, что векселя не такие популярные, как были раньше, да, то есть это, я так понял, что у инструмента пик популярности, например, был это 90-е годы, там, может, начало 2000-х. Я думаю, что пик популярности для векселей, это 6-7-й год, наверное, скажем так. Российских? Да, 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 6-7-й год, соответственно, а потом облигации, мне кажется, просто поддогнали по количеству размещений и по объему начали переходить. А сейчас вот по цифрам, если взять по сравнению с 2006, именно выпуск новых векселей или сам вексель сейчас не пользуется такой большой популярностью, как пользовался раньше? Нет, я думаю, что вот в количестве участников, скажем так, рынок точно с 2006 года сократился, мне кажется, раза в полтора, в два. Оттуда ушли УКАшки, отдельный ряд банков, регионалам, скажем так, тяжелее стало и не очень интересно, с учетом появления облигаций им точно стало не так это интересно. А вот с точки зрения объемов, ну, я не думаю, что мы сильно просели, почему? Потому что общий объем долга, скажем так, наверное, все-таки должен был подрасти, наверное, в экономике подрастает. Ну вот если на сегодняшний день, перефразирую вопрос, если на сегодняшний день есть компания, есть два варианта, к примеру, да, это выпустить векселя или выпустить облигации. Какой смысл компании выпускать один или другой актив? Ну, так тоже для образования и ликбеза скажу, что компании практически, если мы говорим о корпоративном сегменте векселя, не выпускают, да, их считанное количество на пальцах одной руки, поэтому о корпораторах говорить тут не стоит, все уходят на облигации, те, кто, опять же, могут себе позволить вообще выйти на рынок публичного долга. Давайте тут тоже будем сразу четко ставить границу, потому что многие даже не могут себе этого позволить, и у многих компаний, кто не смог выйти на облигации, кого организаторы не подписали на это, они идут по такой старой сложившейся у кого-то в голове давно концепции, что первым шагом к выходу на публичный рынок должны быть векселя, потом облигации, это какая-то такая модель, там, 2000 лохматого года, которая, естественно, никаким образом сейчас к реальности не имеет никакого отношения. Если ты публично не размещаем и не продаваем, ну, это неважно, где, на векселях или на облигациях, этого не будет, в принципе, и, скорее всего, на облигациях ты даже выйдешь быстрее, ну, вот, чем в векселях. Поэтому векселях это касательно, это в основном банковские, это банковские бумаги, рынок банков для банков и о банках, соответственно, и они таким образом себя кредитуют, и размещаются, и все что угодно они с этим, собственно говоря, делают. А смысл просто банален в сроках, на самом деле. Ты как вложение, так и, наоборот, так и привлечение все равно можешь, на самом деле, дробить по срокам облигаций, имеют более длинный срок погашения. А по уровням, например, вот у нас 30 секунд осталось, по уровням неуплаты. Где уровень неуплаты выше? Векселя, облигации? По восьмому году скажу, что из векселей мы вышли с половиной процентной долга, а с облигациями в ноль. Вексель лучше по ГК, по российскому, как ни странно. По законодательству, то есть, на самом деле, он надежный. Вот я об этом и хотел сказать. Я объясню потом, почему, на самом деле. Мы как раз сейчас в третьей 12 минутке как раз объясним, а потом будешь рассказывать о своих новых планах. Я так понял, что у вас новые планы, и ты берешь немножко другой вектор. Ну, я просто сейчас занимаюсь несколько другими вещами в целом. Вот как раз об этом поговорим. Дорогие друзья, Шелинков Евгений в гостях, директор департамента активных операций компании «Велес Капитал». После перерыва на новости мы продолжим. Дорогие друзья, о том, как можно получить деньги, выпустив свои векселя, с нами будет беседовать Шелинков Евгений, директор департамента активных операций компании «Велес Капитал». Жень, ты начал рассказывать по поводу того, что векселя на самом деле отработали гораздо лучше в период проблемного 2008 года. Ну, сейчас расскажи детально. Насколько я… Я, конечно, не юрист, я поэтому буду рассказывать с вами, с вами примерно. По ГК мы имеем право, как владельцы векселя, переуступить это право требованию любому другому человеку, ну, просто продав его и переуступив его тому, кто должен имитенту, тот может, скажем так, сделать зачет. То есть продать долг. Продать долг, фактически, да. И этот человек с этим векселем может, соответственно, этот долг зачесть. Стоит пытаться взыскать. Фактически кто-то должен имитенту, а имитент должен мне. Вот я продал тому, кто должен имитенту, соответственно, и он взял и сделал соответствующий зачет. Приезжают серьезные ребята. Да, фактически. И в ОКе с красными пиджаками, с 5 человек выходят из ОКи, в которых есть вексель, у которой они перекупили, и они пытаются получить. А дальше уже, да, по схеме. Ну вот, поэтому, и тем самым, на самом деле, это еще история была из 98-го года, когда продавали остатки на счетах, соответственно, на депозитных счетах. Там в банках, я помню, торговали СБС Агро, там, или какими-то еще банками, которые почины. Ну вот, то есть этот долг, он имел, скажем так, вес, он имел силу. А облигации, причем я говорю, у нас это был кейс в одном имитенте, соответственно, когда мы покупали, там, не знаю, на бирже облигацию за 0,0, а вексель, поэтому параллельно продавали за половину номинальной стоимости. Тем самым, ну, это отчасти уже, отчасти нас немножечко сильно, ну, если не спасло, то в программе выручивало, потому что достаточно большие были объемы в одном имитенте и сосредоточены. Поэтому мы смогли, как бы, так скажем, легче свои, более эффективнее, скажем так, решить свои проблемы. Если у нас был бы такой же долг в облигациях, мы получили бы... Сильный удар. Сильный удар, да, по факту. Поэтому, ну, это особенность, да, фактически. А так, по большому счету, тот и другой долг, он необеспеченный, поэтому банкам, конечно, комфортнее кредитовать любого заемщика под залог, да. Конечно. Да, но учитывая, все-таки, как бы, наличие публичного долга, учитывая ликвидность, которая есть у векселей и у облигаций, все, конечно, банки, компании приходят на публичный рынок и этими долгами там торгуют, продают, покупают, поэтому, в общем... А насколько сейчас всплывает именно векселя, вот, с 90-х годов, там, начало 2000-х? Да, у них же короткий срок погашения, им сплать, собственно говоря, не с чего. Они все, что... все, кто могли... То есть стандартно прописано в векселе максимальная жизнь какая его? Я начал говорить с того, что векселью это год полтора, на самом деле. Да, ты сказал, обычно где-то в течение полгода. Если какие-то там векселя вот остались с 99-го года, то, скорее всего, эти имитенты уже либо умерли, ну, вот, я таких себе штук пять взял в качестве зарплаты за 2000-й год, по-моему, которые там... ну, типа, РусАгрокапитал, если кто-то вспомнит, там, про Максимбанк был такой, они выпускали свои векселя, я на память все бланки красивые просто, мне жалко выкидывать. Ну, вот, и коллекционировать больше не хочется, надеюсь, таких больше... А, Банк Олимпийский еще был, по-моему, в четвертом году, если не ошибаюсь, у меня тоже осталось на память. Ну, вот, в общем, да, такая интересная история вот вексельного, скажем так, рынка в наглядном примере, потом повешу на стенку, ну, вот, в компании, пускай висит. А ты, когда пришел сюда, ты мне сказал, что, в принципе, ты более-менее завязался векселями, уже несколько лет назад? Не то, чтобы завязал, у нас очень хороший деск, все ребята, которые работают, ну, в основном, как бы, всем, некоторым, по крайней мере, кто руководит, это мои коллеги, с которыми мы вместе торговали, начинали, и мы как-то внутри себя договорились поделить функционалы, плюс появилась возможность, появился очень сильный рынок в облигациях, а имея вот такой саппорт в виде клиентов сексного рынка, грех было им не воспользоваться на облигациях, и, скажем так, мне просто захотелось попробовать, потому что меня на этот рынок склоняли многие и много раз, сподобился я однажды, и потом долго не мог с этого тоже соскочить, поскольку мне было интересно, а можем ли мы там сделать нечто похожее, что и делали с фикселями, и можем ли мы там добиться какого-то такого, такой, скажем, хорошей рыночной доли, заработать денег, ну, то есть, вот делать какой-то значимый оборот, то есть, сможем ли мы стать значимыми там и сильными игроками на фоне, понятно, каких компаний, как Тройка, там, Ренессанс, ну, вот, и достаточно сильных, успешных уже реализовавших себя, ну, вот, поэтому это был такой некий вызов, ну, вот, и мне он, собственно говоря, понравился, ну, а потом уже вот еще год назад, даже уже чуть побольше, еще появились акции, акции, наверное, скажем так, это мой последний тренд, ну, то есть, как бы банально следующее, что ты что-то начинаешь делать, ты сам сидишь руками торгуешь, работаешь с клиентами, делаешь обычную работу, селс-трейдинговую работу, которая, вот, черновая с утра до вечера, и она, когда начинает перформить, когда она начинает уже давать какой-то результат, когда у тебя складывается внутри еще такой коллектив, на который всегда можно не положить, а положиться, и оставить на них, или, по крайней мере, ты понимаешь, что они делают все это не хуже, а может быть, где-то даже и лучше тебя, и есть люди, которые за это отвечают тоже вместе с тобой, и также, по возможности, адекватно, надеюсь, то почему бы не заниматься чем-то еще, потому что ты, основная задача, как бы, сейчас такая, что не потерять того, что сделано, чтобы это не пропало даром, и идти дальше. Ну, вот, вроде пока все складывается так, как планируется. То есть у вас по-простому есть сейчас там сторона, которую вы делаете очень хорошо, это векселя и облигации. Ну, фактически к фикс-рынкам это наша, да, наверное, скажем так, сильная составляющая, да, поскольку... И вы сейчас пытаетесь двигаться в направлении акций. Ну, условно, этот рынок, этот элемент, точнее, был руководством забыт, по-моему, мне кажется, в году 98-м, забыт с точки зрения рынка, на самом деле. Конечно, акции всегда существовали в компании, всегда были клиенты, которые... Причем достаточно хорошие, крупные клиенты, которых мы обслуживали, но в рынок мы не выходили, скажем так, да, активно, с набором команды сейлзменов, там, с трейдером, с какой-то такой понятной и внятной позицией, скажем так, для того, чтобы этот бизнес как-то нарастить. Он был для того, как он должен быть любой инвестиционной компанией, наверное, как в линейке продуктов, которые она, в общем-то, предоставляет клиентам. Ну, это и глупо было бы заниматься инвестиционным бизнесом и не иметь, скажем так, да. Но денег больших это не приносило, и приходили разные люди с разными бизнес-планами, да, идеями. Основная идея это была вложить миллионов 10-20 долларов и потом не спрашивать за год-два, и потом не спрашивать, куда они делись, соответственно, вот. И почему они не вернулись, естественно. Это 9 человек из 10. Ну, это, опять же, со слов руководства. Да, честно, да. Да, ну, примерно, опять же, с кем-то я общался, все очень, организации все вменяемые, все их можно видеть в лидерах роста оборотов на MySexy. И основные, как бы, то есть это все-таки не... И это бизнес-модель, на самом деле, которая реально существует вот в реальных компаниях. То есть что меня, скажем так, в акциях поразило, для меня некоторые вещи по-прежнему становятся откровением и как бизнес в целом, так и отдельные его составляющие. Поэтому, ну, это... И компания, так скажем, ну, перепробовав одно количество людей, руководство в том случае, такое дало мне честь и оказало доверие определенное дать еще управлять акциями, скажем так. И мы, ну, так более-менее худо-бедно начали что-то на этом рынке зарабатывать. У нас, конечно, приподнялись обороты, скажем так. С прошлого, с подопрошлого года подросли, у нас увеличилось количество активных клиентов, по-моему, если не ошибаюсь. И, наверное, скажем так, ну, появились деньги какие-то. То есть появился доход, и люди стали, мне кажется, немножко, которые работают в компании, другие деньги зарабатывать, соответственно. Мы стали брать людей с рынка. У нас в компании появился Денис Саранцев из Затона, который лет 15 возглавлял там ДЭСК. Ну, вот, который сейчас мы немножко еще перетяхиваем команду. То есть у нас буквально за, там, этот месяц, я думаю, появится в итоге три человека. Один трейдер, два СОЛЗа. Ну, вот. При этом самое интересное, что, опять же, выходя на рынок с поиском людей, с своим послом, ты зачастую даже от самых адекватных и успешных слов, которые там могут тащить бизнес, которые работают с клиентами, не всегда от них даже понимаешь, какой бизнес они тебе могут перенести на самом деле. То есть, вообще, скажем так, конструкция текущей рынка акций, она несколько, для меня она такая, это для меня одно большое откровение, на самом деле. Вообще, как, в принципе, торговать на бирже у меня стало откровением, так и, собственно говоря, как это делать внутри организации. Вот. Поэтому я сейчас, ну, я к этому открыт всегда, к новому опыту, и мне это интересно. Ну, вот, посмотрим, что это получится. То есть, я считаю, что просто вообще очень такая, достаточно низкая точка входа. То есть, те люди, которые раньше стоили там 1-2 миллиона, они сейчас либо ушли из бизнеса совсем, либо, соответственно, стоят там в 5 раз ниже. Таких цен уже нет. Да, и нужно столько не платить, они столько уже не приносят. Тот бизнес, который у них был, у них его нет. Что они могут перенести, они сами не знают. Может быть, даже поэтому ты не всегда, они даже не понимают, что они могут сделать у тебя, соответственно, в твоей компании. Проблема даже в другом. Проблема в том, что, в принципе, не в салзах проблема, проблема в том, что нет хорошего продукта, который, допустим, может приносить деньги. Когда есть хороший продукт, он легко продается. Любой салз продаст хороший продукт. Когда есть доходность, ее можно продать. Но когда приходит даже просто супер крутой салз, и он продает какую-то услугу, и эта услуга там не поддерживается там процентом, который там пообещали клиенту или еще чем-то, то этот салз ничего не стоит. Вот скажем так, наверное, тут и да, и не салза, конечно, проблемы на самом деле, и может быть, даже и не качество продукта, а вот отличие от рынка долгов, на самом деле, следующее, что в долгах ты, скорее всего, всегда заработаешь. Но так или иначе, ты примерно, этот рынок для тебя, он может быть более просто понятен, ну, прогнозируемый, да, понятен чем, что у тебя есть фандинг, у тебя есть купон, в крайнем случае, у тебя есть качество, ты делаешь кэри, делаешь леверидж, ты в любом случае с какой-то маржой выходишь. Да, свои 10% заработаешь. Скорее всего, да, и, может быть, даже не в рублях. А в акциях, ну, мы просто потеряли рынок, на самом деле, по-хорошему, за вот тот момент, те темпы роста, которые на нем были, и то, что с ним в итоге стало, то есть, ушли брокера, которые раньше, то есть, ушел голосовой бизнес, фактически, который давал брокерам возможность зарабатывать, соответственно. А что для них заработки? Это, наверное, новых сотрудников, это дистрибьюция, это открытие новых уходов в регионах, это все-таки, фактически, это региональный, это уход в массы широких. Сообщающие сосуды, по-простому. Конечно, да. Биржа, к сожалению, убила, создав хорошую инфраструктуру и отличный стакан. Замечательно. У тебя теперь, соответственно, у меня за 30 тысяч рублей от одной дружеской компании скорость, которую я себе не буду даже ставить, на самом деле, да, внутри. Я буду торговать алгоритмикой, соответственно, через них. А еще за ПИПС от одного крупного, там, самого крупного международного брокера у меня выход на 148 миллиардов площадок, соответственно, и торгую себе не хочу, на самом деле. Как они на самом деле, как они поэтому заработают деньги, обслуживая все это дело, я не понимаю. Да, для меня это большой тоже секрет, откровение. Дорогие друзья, у нас в гостях Шаренков Евгений, плавно от Векселя будем переходить именно к рынку ценных бумаг, российскому и иностранным. Директор департамента активных операций компании «Велес Капитал». Звоните, у нас прямой эфир 6 5 10 9 9 и 6. Знаю, что Вексель – это что-то новое для вас. Ну, звоните, задавайте вопросы. После короткого перерыва на новости мы дальше поставляем наши вопросы. Добро пожаловать к нам опять. Шаренков Евгений, директор департамента активных операций компании «Велес Капитал». Женя, еще раз. Еще раз добрый день. То есть, сейчас вы выходите, в принципе, на новые просторы. Хотите выйти? Ну, мы хотим освоить те просторы, которые у нас есть под боком. То есть, у нас все-таки есть уже достаточно успешный рынок фиксов. В компании есть… Ну, по фиксам я так понял, что вы далеко впереди от всех. Ну, это только Векселя, давайте так будем честно называть. Потому что в облигациях мы, конечно, в топ-5-10 входим, пооборот. Но там очень сложно все-таки тягаться с монстрами. Поэтому там первым мы никогда, наверное, боимся, если у нас структурный, если у нас тоже кто-нибудь из… Там кто у нас… ВТБ Сбер уже купили, в своих третьих банк там тоже «Газпром» должен нас купить, наверное, поедину у него. В общем, если кто-то нас купит, наверное, из больших, тогда у нас… Или «Роснефть» может… Все хорошо будет. Тогда будет все хорошо, наверное. Или у них будет все хорошо, а у нас не очень. Не знаю, как повернется. Вот. Ну, не суть как бы. А так, я считаю, что просто, во-первых, надо покопаться в том, что ты уже нажил. Все-таки есть взаимосвязь, по крайней мере, в плане персонали. То есть есть уже, скажем так, лояльная база клиентов, контрагентов, институционалов, с которыми ты торгуешь, с которыми ты уже много чего еще другого делаешь, соответственно. Ну, по сравнению с прошлым годом, обороты почти в четыре раза упали. На акциях, я имею в виду. Но биржа очень сильно расстраивается, если вы об этом… Да, не только, оно получается, что так как это сообщающееся сосуд, то оно будет влиять на всех. И влияет на всех. Они очень сильно переживают, поверьте мне. Не только они переживают, должны переживать все, потому что получается, что сейчас только у кого хороший продукт, то хорошие условия, только те будут таскать бизнес друг у друга. Сейчас начинается совсем другое. Если даже посмотреть просто на американский рынок, то на американском рынке, если это, например, просто брокерка, то бизнес делится между тремя-четырьмя крупными фирмами, все остальное они подбирают как бы обедки. И на российском рынке происходит то же самое. Я думаю, будет консультация, конечно. Обязательно, потому что пока что, слава богу, мы не видим там компании, которые там в двадцатке, в тридцатке, которые вылетают. Они медленно там кушают совсем по чуть-чуть то, что есть. Но я думаю, что эта проблема обязательно их коснется, потому что где-то надо зарабатывать деньги, и люди стоят, и люди просто увидят, что они не могут целый год работать для того, чтобы заработать 50 тысяч долларов. Я думаю, отчасти, что они на самом деле живут только за счет акционеров, которые их используют как собственный ПИА, наверное, просто... Ну, конечно. И своих друзей, там, и связанные бизнесы какие-то, так или иначе. Пока они понимают, что это еще работа, понимаете, доход хорошо, а потом они могут вполне спокойно также у тебя большой какой-нибудь прайм-брокер, который будет делать то же самое, и они не будут просто тратить такие большие косты на поддержание этой инфраструктуры. Естественно, естественно. То есть получается, что со всех сторон, со всех сторон, многие вещи в СФР для того, чтобы сделать легче, они сделают тяжелее. Получается, что каждый раз выходит что-то новое, то, что утяжеляет. Например, да, вы хотите, очень многие компании не имеют элементарно, там эти 80-100 миллионов рублей для того, чтобы содержать компанию. Да. И получается, что, с одной стороны, это правильно, маленькие брокеры... Менее надежные. Они менее надежные, они ничего не делают, и очень многие люди идут. Во-первых, комиссии все урезают, да, комиссия там была, там, 0,3, потом остается 0,2. Но невозможно уйти меньше нуля, то есть мы понимаем прекрасно, что мы уже сейчас около нуля там по комиссиям. Поэтому за счет комиссии, за счет этого кэпа ты уже не снизишься. И дальше многие брокеры начинают злиться, потому что они говорят, что биржа вообще ничем не рискует и получает, например, свои биржевые сборы, которые на самом деле очень высокие. И тогда брокер говорит... Биржа сейчас делает послабление для... Хотят. Ну, уже предлагали, по крайней мере. Нет, предложите, сделайте, ты знаешь, это две большие разницы. Знаешь, есть хорошая поговорка, предлагать не значит жениться. Согласен, там, по-моему, есть на самом деле такая опция, когда ты делаешь какой-то оборот, у тебя комиссия, тебе компенсирует часть комиссии. Да, да, но все равно. То есть, по сути дела, получается, что биржа, она должна конкретно именно сотрудничать с брокерами, потому что в данной ситуации, если будет очень маленькое количество брокеров, то брокера хотя бы дают какой-то разносторонний интерес для той же биржи. А если их будет мизерное количество? Знаете, какая проблема еще, мне кажется, вот самая такая, которая менялась, ну, она рисуется очень просто и понятно. Во-первых, внутренний рынок, это 800, я не помню, статистику биржи буквально недавно я услышал, 870 тысяч человек, соответственно, на всю Россию. Меньше миллиона. Меньше миллиона. То есть, сравнивать с Америкой, тут вообще даже... И это всех. Всех. Это даже не тех, кто торгует. Активных клиентов должны 80 тысяч. Согласен. И активный клиент, это клиент, который делает больше 5 сделок, 6 сделок в месяц. Вот для них биржа сделала отличную ликвидность, соответственно, в стакане сделала все эти режимы с этим айсбергом и так далее. То есть, а для кого? Там просто потребители-то нет фактически. И вторая сторона, которая у нас, это не резиденты, не резидентские деньги. Но а где эти фонды, где эти люди, которые будут покупать Россию? Огромное количество. Несмотря на дешевизмину. Огромное количество поуходило, объемов нету. И просто обыкновенная динамика. Вы знаешь, можно очень много говорить обо всем, но проблема в том, что есть цифры. Да. Есть цифры, есть динамика, и все. Там мы росли на небольших объемах, падаем на небольших объемах. То есть, мы, по сути дела, начинаем вариться в своей собственной каши. Фактически, да. Но вот сейчас те шаги, которые как раз биржа делает, с режимом Т+, с центральным депозитарием, с законом, это все должно привлечь, так понимаю, иностранцев, иностранной кастоди. Да, но ты понимаешь, проблема-проблема. Причем, поэтому еще продать на самом деле России, что самое главное. Это еще очень важно, продать на самом деле. У нас проблема-проблема в другом. У меня есть друзья, которые кто-то держит, кто-то работает в глобальных хедж-фондах. Глобальный хедж-фонд, фонд, который вкладывается в другие страны. Абсолютно точно. Не в Соединенные Штаты. Нету на сегодняшний день, на сегодняшний день в России, ничего для того, чтобы иностранцы сюда заходили. Зачем глобальному фонду, когда есть такие образы страны, как тот же Вьетнам, у которого там хороший ВВП, тот же Пакистан, который был, та же Турция, которая удвоилась, Южная Америка. На сегодняшний день в России ничего нет. То есть у нас в бюджете заложена высокая цена на нефть. Ну да, в этом году у нас немножко будет получше, потому что там было заложено 80 долларов, а сейчас мы, например, по круту стоим выше 100. Хорошо, у нас есть небольшой такой запасик. Они на это не смотрят. Смотрится общая экономическая составляющая. А у нас ничего нет. Я думаю, реально от силы нравятся там несколько компаний, на самом деле, по-хорошему. Так у нас всего несколько компаний есть. Ну, я имею в виду, да, из всего рынка просто, в который они вкладываются, которые... Поэтому на сегодняшний день я не вижу ничего для того, чтобы иностранцы заходили на рынок Российской Федерации. Ну вот пошли с инструктурной части, соответственно. Просто поторговать. Больше спорный вопрос. Хотя при этом, на самом деле, точка входа, да, насколько сейчас всем кажется, что рынок дешевый, в принципе, мне тоже, да, но его никто не торопится покупать. Да. По большому счету. Ну, дело в том, что, ты понимаешь, вот за столько времени, сколько я на рынке, я уверен, ты, есть одна составляющая. Нету дорого или дешево. Вопрос есть в другом. Куда мы пойдем и почему это может случиться? Например, сегодня мы на РТС торгуемся, к примеру, 135 тысяч, да? К примеру. Что должно на рынке появиться, чтобы мы сходили до 145? Я, например, не вижу ничего. Это не значит, что я отрицательно смотрю на рынок. Это значит, что я не вижу никаких предпосылок для того, чтобы рынок шел вверх. Ну, давайте просто будем говорить прямым текстом, что мы, на самом деле, вообще в целом, если уж там говорим про акции, то мы-то в пиле, как бы, по большому счету, там тренда нет, на самом деле. Да, по сути дела, мы пределы, что 3-4-5 процентов. У нас боковичок, да. Но при этом, на самом деле, всегда, конечно, существует, что в рынке, как бы, хорошо, и чем он полезен для брокеров и для клиентов, что всегда есть какие-то истории. Но они, конечно, мне кажется, это, на самом деле, больше такой менеджмент-инсайдерский характер, на самом деле, который позволяет в отдельные моменты времени заработать на движениях той или иной бумаги. Абсолютно верно. Одно маленькое но. Одно маленькое но. Это хорошо для маленькой компании. Для такой компании, например, как вы, или для такой компании, как мы, Финам, я не смотрю даже бумаги, потому что 90% из них мне, например, купить на 300 или на 400 тысяч долларов, и это то, что я смогу максимум там собрать позицию на день по какой-то малоликвидной бумаге, это маленькая часть от портфеля, которым я управляю, и абсолютно никакой выгоды абсолютно нет. Даже если я сделаю 20% по этой бумаге, то от портфеля она составит просто жалко уничтоженную цифру. Да я думаю, что она в первом-втором шоу интернатоке история-то возникает. Мы не говорим за первое и второе шоу. Нет. Мы говорим за специальной ситуацией. Да, да. Тот же магнит, да, при всем том, что он улетает вверх. Ты сегодня не можешь зайти в несколько миллионов долларов. Ты позицию не соберешь. Наверное, да. В магните, да. Ну, в общем, в целом, да, на самом деле по-хорошему нам бы вот все вместе, то есть подавать только рынок действительно некому и неким, вот что плохо. То, что я пытаюсь сказать, понимаешь, поэтому там наличие селсов сегодня, сегодня происходит совсем другая история, сегодня происходит вот эта битва, может она и хорошо, то, что это происходит, то, что выживут сильнейшие и выживут лучше. Что получается, что все у друг друга пытаются украть бизнес так или иначе. Кто-то берет продуктами, там, например, я читал, вы делаете тоже структурные продукты. Да, кто-то берет, например, чем-то другим. Мы их, скорее всего, покупаем все-таки больше, чем делаем. Кто-то, например, сам делает продукт, кто-то делает другой продукт, кто-то предлагает там более дешевое брокерское обслуживание, кто-то еще что-то. Но мне кажется, что сейчас борьба идет, просто вот эта внутренняя борьба, где каждый отжимает только то, что может отдать. Нету новых денег. Новые люди не приходят, и они не крупняк. Крупняк не заходит. То есть я смотрю просто по клиентам. Если, например, там середнячок раньше заходил 10-20 миллионов рублей, это довольно-таки неплохой клиент, то сейчас как бы это уже считается такой крупненький клиент. Да. Тех, кто еще выжил после 2008 года, кто не засел там в старых бумагах, кто еще не потерял, не получил эту изжогу от рынка и аллергии на него, соответственно. Да, их очень мало. Ну, расскажи тогда вот больше, у нас осталось 3 минуты, расскажи именно о своих и личных планах. Если они совпадают с планами твоей компании, тогда расскажи об общих планах. Ну, что касается, мы же про работу сейчас говорим, да? Да, да. Ну, не знаю, ты хочешь, может, личные... Не про следующие выходные, но. Так, кстати, что ты будешь делать? На следующих? Да, у тебя какие хобби есть вообще? Ну, я в эти выходные в Самару летал, кстати, спасибо большое Первобанку, раз уж такая возможность выдавалась, они сделают каждый год а-ля конференцию у себя в городе, и очень много людей с рынка, хороших товарищей, знакомых, друзей приезжает, и там вместе отдыхаем, работаем, общаемся, в общем, все как обычно. Вот, а я увлекаюсь футболом, мы, кстати... Сокер. Да, мы, кстати, с вами уже играем в РТС-лиге, знаете, да? В финале. Ну, я за Велес, в смысле. Я со своей больной ногой в футбол уже не играю. Ну, я с вами как финал, в чем, кстати, хорошая команда у вас, там, два парня Рыбникова, Рыбников, Саша и Женя, не знаю, правда, работают они реально у вас или нет, но легионеры допускаются, на самом деле, в какой-то степени, вообще хорошо играют. Хорошо же за Спартака никого не купили. Ну, пока что еще это самое, не дошло, наверное, своими слилами справляетесь. Ну, вот, мы вам, кстати, проиграли. Вот, футбол, покер, наверное, ну, покер, мне кажется, вообще стандартное увеличение для... Я не играю, не умею. Не играю, не умею. Значит, у вас, вам биржи хватает, наверное, скорее всего. Ну, вот, мне бывает не хватает из-за, я еще раз говорю, от того, что когда отходишь от монитора, начинаешь. Свои планы. Ну, планы, мне кажется, у меня следующие. Это действительно сделать, если брать из направления, из инструментария, то это акции. Я вижу их на 2014 год очень, я вижу их в другом, немножко ключе, на самом деле. Я все-таки надеюсь, что планы биржи совпадут с реалиями, и здесь будет немножко другой маркет, соответственно, и будет другая в нем ликвидность, поэтому можно будет хотя бы, ну, и про позиции торговать более активно, соответственно, видеть, что там есть ликвидности и какие-то движения. То есть вам фирма выделяет деньги для торговли на проб позицию? Я думаю, что есть отдельные истории, в которых ты больше понимаешь, мне кажется, чем все остальные, чем те, кто следят за тех анализом, и тогда ты можешь пойти, поучаствовать в собственном рынке. Ну, то есть ты знаешь, облигационный рынок в совокупе? Монетизация человеческого фактора – наибольший и наилучший критерий эффективности работы любой компании. Это твой инсайт лично. Это мое кредо, наверное, фактически. Да, поэтому, а ничего умнее, больше не подумай, а ловить действительно вот падающие ножи, ну, можно и так, или наоборот, в ГП вверх, ну, можно, конечно, но в целом это все равно, как бы, конечно же, это отношение, это наличие определенной инфраструктуры, ну, и желание, возможности, скажем так, этот бизнес делать, развивать по возможностям. Какие вот сейчас есть, такие есть. Я вот с удовольствием говорю, у кого-то почитал фразу, мне понравилось, с удовольствием сыграл бы на Уэмбле при многотысячной толпе и с хорошими, с мировыми звездными футболистами, но играем-то мы здесь, в России, тренируясь на лужниках в 11-м поле, поэтому все в рамках того, что есть. Дорогие друзья, у нас передача подходит к завершению, Шелинков Евгений, директор департамента активных операций компании «Велес Капитал», будьте с нами каждый понедельник, всем удачи и профитов!